Формирование команды проекта для изменения бизнес-процессов – это тоже процесс. К этому вопросу компании, к сожалению, подходят неграмотно и уделяют мало времени, мало внимания. В лучшем случае руководство нанимает специалиста, который умеет описывать бизнес-процессы, считая, что это достаточно. Такой вариант допустим, однако у него есть свои недостатки. Когда такой сотрудник работает автономно, то велика вероятность, что созданные регламенты будут работать плохо или вообще не будут работать. Например, ответственность за внедрение процессного управления в подразделение все-таки должен нести руководитель этого подразделения. Например, ответственность за внедрение процессного управления на производстве должен нести директор по производству. В команде следует развести роли руководителя проекта, заказчика и спонсора. Руководитель проекта. Самый лучший кандидат на эту роль – это руководитель подразделения, например, директор производства, однако это может быть и сотрудник подразделения, грамотный специалист. В любом случае, чтобы процесс оптимизации бизнес-процессов прошел успешно, сотрудников надо обучать, чтобы они были процессно ориентированными людьми. Заказчиком должен быть руководитель подразделения, он должен быть заинтересован во внедрении процессной модели. Таким образом, если компания внедряет процессное управление на производстве, то заказчиком должен выступать директор по производству. На роль спонсора проекта надо назначать системного лидера, например, генерального директора или председателя совета директоров. Это связано с тем, что когда компания внедряет процессное управление, она во многом меняет всю корпоративную культуру компании. Кроме описанных ролей, в команде может быть также куратор проекта. Этот специалист обеспечивает методологическую и консультационную поддержку. Еще одна возможная роль – администратор проекта. Он нужен, если компания ведет сразу несколько проектов, связанных с моделированием бизнес-процессов. Этот человек отслеживает соблюдение формальных правил, ведет документацию. Рассмотрим три основных условия для повышения эффективной работы команды. Первое – это тренинг для сплочения команды. Чтобы настроить команду на общий лад, до запуска можно проводить небольшие тимбилдинги в формате тренинга, который ведет внешний специалист. На мероприятии членам команды проще задавать волнующие их вопросы, заранее договориться о решении проблем, с которыми они каждый день могут столкнуться, выполняя моделирование бизнес-процессов. Второе – материальная мотивация. На руководителе проекта лежит ответственность за разработку условий, которые бы мотивировали сотрудников во время выполнения своих функциональных обязанностей быть нацеленными на результат. Как правило, эта система мотивации работников проекта основана на показателях, установленных для сотрудника руководителем подразделения. Помимо итоговых результатов оценки рекомендуется поощрять сотрудников поэтапно, например, ежеквартально, когда проект несет в себе особую ценность для компании. Сроки зависят от времени его исполнения. Третье – частое совещание. Совещание – это самый эффективный способ контроля работы команды проекта. Директору следует несколько раз в неделю встречаться с рабочей группой, чтобы выявлять проблемы на самой ранней стадии, а также раз в неделю или реже собираться на уровне руководителей направлений, приглашая на эти совещания представителей заказчика. Как проводить грамотное совещание, смотрите у меня на YouTube-канале отдельное видео о совещаниях.